Ситуация в Грузии ухудшается драматическим образом. Страна уверенно встала на российские рельсы. Так, многие эксперты восприняли новость о том, что вслед за принятием иноагентского закона правящая партия «Грузинская мечта» планирует принять и пакет законов о семейных ценностях и защите несовершеннолетних. За безобидным названием скрываются репрессивные гомофобные законы против ЛГБТ, аналог которых существует и в России, отмечают политологи. В этих законопроектах предусмотрены запреты на регистрацию любых отношений, кроме союза мужчины и женщины, усыновления и удочерения детей однополыми парами, проведение операций по смене пола и смене пола в документах, запрет так называемой пропаганды ЛГБТ в образовательных учреждениях, трансляция на телевидение информации, направленной на пропаганду ЛГБТ, проведение гей-парадов и так далее. Одновременно с этим резко растет и уровень насилия против активистов, выступающих против новых законов. Они все чаще подвергаются нападениям. Эти синяки, 44-летний кинопродюсер Гукар Чаулешвили, получил во время митинга против иногентского закона. В толпе он попытался защитить другого протестующего, после чего его начали избивать дубинками сотрудники спецназа. «Я никогда ни от кого не видел столько ненависти. Не только от правоохранителей, от кого угодно. Эта жестокость была беспрецедентной. Меня избивали от 30 до 35 спецназовцев. Большинство из них говорили, что мы – геи и предатели, и кричали другие оскорбления». Активистов не только избивают на митингах, но и отлавливают на улицах. Так, на 50-летнего преподавателя университета Грузии Гию Джапаридзе из засады напали неизвестные возле его дома в Тбилиси. Он возвращался после встречи с иностранными послами, на которые призывал ввести санкции против правящей партии в связи с новым законом об иностранном влиянии. «Синяки и кровоподтёки после этого были по всему телу». «Я почувствовал удары сзади, с двух сторон, обернулся и увидел парня с огромной палкой, возможно, бейсбольной битой, и они начали избивать меня этими тяжёлыми палками. Какое-то время я пытался защищаться, но потом упал, и они продолжили бить меня. Это трудно описать словами, но у меня было такое чувство, что они пришли убить меня. Я был на сто процентов уверен, что они хотят убить меня». Брат Гии – лидер оппозиционной либертарианской партии Гирче. Анонимные лица звонили их матери и требовали остановить сыновей, иначе ей привезут два гроба. За последние два месяца нападением подверглись по меньшей мере шесть общественных оппозиционных деятелей. Гии Джапаридзе и Гука Чурлишвили уверены, что избиения стали частью целенаправленной кампании власти, чтобы запугать критиков правительства. Министр юстиции Рати Бригадзе заявил, что протестующие, возможно, избили сами себя. А правозащитники говорят, что уровень политического насилия в Грузии не снижается более 30 лет после распада СССР. Спираль насилия в Грузии раскручивается. Ожидается, что массовые митинги продолжатся. В первом чтении законы против ЛГБТ рассмотрят до конца июля. Во втором и третьем чтении – этой осенью. Субтитры создавал DimaTorzok